Своеобразную экскурсию по транспортно-логистическому центру Брест-Внештранс провел ведущий инженер по охране труда Владимир Хевук. В ходе рабочей встречи специалисты ознакомились с условиями труда и организации отдыха сотрудников предприятия. Главными точками мониторинга стали мастерские, комнаты приема пищи, цеха по ремонту тягачей, шиномонтажная и слесарские отделения. Профсоюзы это как одна из массовых общественных организаций. Всегда было, есть и будет, я уверен, потому что это никогда не будет актуально представлять и защищать интересы человека от труда. Потому что это и занятость, актуальные вопросы для нашей экономики, это и уровень заработной платы, да и вообще все сферы. Сергей Халява поинтересовался, в каком режиме работает производство, что беспокоит рабочих, устраивают ли их условия труда и как много людей числится в профсоюзной организации, чем сегодня живет первичка, а также ее ролью в современном трудовом процессе. Здесь вдвойне и приятно то, что есть а. профсоюз, б. что здесь и правком, и наниматель налажена хорошая, такая уверенная, сплоченная работа, социальное партнерство, где третье, как следствие, есть коллективный договор и численность профсоюза очень высокая. Брест Внештранс – предприятие с богатой 40-летней историей. Основной упор организация делает на логистические услуги, погруза, разгрузочные работы, перевозку груза, в оформлении документов. География партнеров немало. Это страны Европейского региона, а также Казахстан, Кыргызстан. Последние два года предприятие активно сотрудничает и с Китаем. Всего здесь трудится около 250 человек, кстати. Почти 70% от всего трудового коллектива транспортно-логистического центра – члены профсоюза. Все нормы, все требования мы выполняем. Может быть, не всегда, будем так говорить, такие косметические требования у нас выполняются в части, может быть, там, организации помещений для предприятия, работников именно. Но в любом случае эти требования, будем так говорить, выполняются, а условия с каждым годом только у нас повышаются по условиям труда и технике безопасности. Это и работа водителей, это и погрузоразгрузочные работы. Ну и очень много ответственная работа, которая сопряжена не только с перевозкой грузов, но и с оформлением документов. И много-много чего отсюда вытекает. В ходе рабочей поездки также состоялась встреча с профактивом предприятия, на котором председателю правкома «Обрест-Внештранс» Владимиру Хивуку в торжественной обстановке было вручено свидетельство о занесении на доску почета обкома профсоюза работников государственных и других учреждений. Продолжение следует...